Это хороший опыт получения какой-то новой информации по своему направлению, по своей специальности. Так как выпускной курс, четвертый, поступление в магистратуру, олимпиады, это хороший вариант получить дополнительные баллы к поступлению. Хороший, я считаю, опыт решения таких интересных педагогических ситуаций. Увидеть воочию таких людей, которые сидят в жюри, это не каждый день такая возможность предоставляется. Познакомиться с людьми, которые тоже пытаются найти себя, возможно, в этой сфере. Это хорошая возможность, особенности для тех, кто учится на бакалавриате, иметь привилегию для поступления в магистратуру потом. Ну и, конечно, мы связываем эту олимпиаду с различными сертификационными испытаниями, которые есть в нашем университете. Для кого-то это хорошая возможность потренироваться, чтобы потом задать хорошо сертификационные испытания и пойти работать в школу на более хорошую зарплату и с большими привилегиями. Я ожидала, что здесь будут такие же интересные ребята, которые пришли показать свой результат, свой высокий результат. Мы здесь все уже в заключительном этапе и уже нам есть, что показать и чем поделиться друг с другом. К нам приехали на площадку не только и пришли студенты из Подмосковья, но и из других городов России, из Новосибирска, из Красноярска. И общение со студентами из других университетов, мне кажется, очень полезно и очень важно для наших ребят. Много впечатлений, эмоций. Вот мы сегодня 9 уроков с коллегами, хоть сокращенных, но отсидели. Вообще считаю, что любая практическая деятельность еще на стадии обучения ребят в университете, она является очень положительной. Не единичные случаи, когда эксперты, выходя, говорят, мы очень хотим контакта этого ребенка, можно мы его пригласим на работу. Мне очень интересно, а чем же дышит, скажу так, наша молодежь в настоящий момент, потому что мы работаем часто с молодыми специалистами, которые уже закончили высшее учебное заведение, когда они уже пришли к нам на работу. А когда ты понимаешь, какие студенты на уровне второго-третьего курсов, это дорогого стоит, потому что ты можешь уже на этом этапе внести какую-то лепту в их развитие. Очень часто для себя открываешь, для своей работы, и в своей работе что-то можно применить, какие-то изюминки, какие-то инновационные технологии. Ребята к этим конкурсам обычно очень скрупулезно готовятся, находят какие-то новинки по тому, как работают электронные средства оценки, как можно диагностировать ребят, это здорово, они разные программы новые приносят. Пытались вот въехать в программирование семиклассниками за счет русских народных сказок. Если у тебя интересный урок, который творческий, который наполнен какими-то интересными технологиями, это понравится всем. Создаем так называемую симулированную группу, то есть это наши студенты колледжа, которые, ну, собственно говоря, играют роль школьников. То есть ты действительно чувствуешь себя в классе, и в принципе было интересно посмотреть на их реакцию, на то, что ты делаешь, и попробовать какие-то новые введения, которые я впервые использовала в классе. Студент, ну, молодой человек, современный человек, он очень много знает, очень много умеет, хочет все это предъявить, но забывает, что нужно еще предъявить такое умение представить себя в конкретном детском саду, в конкретной группе, увидеть перед собой детей. Некоторых участников их просто потрясало, когда член жюри спрашивает, вот вы сказали, что спросите детей, хотят ли они на экскурсию или в поход, и они скажут, хотим. А если вдруг дети скажут, не хотим, но ведь и здесь начинается реальная педагогика, ребенок же, ребенок имеет право не согласиться, он может не хотеть. Главное не волноваться, просто отпустить ситуацию. Вы это делаете для своего удовольствия, вы это делаете для того, чтобы посмотреть на себя со стороны, для того, чтобы узнать, как это выглядит с точки зрения экспертов, которые также разбираются в вашей области. Мы сделали огромную работу, мы уложили в 15 минут наш большой объем материала, которому мы готовились несколько лет. Поэтому мне кажется, что Олимпиада – это прекрасная возможность и для студентов разного уровня бакалавров и магистров, и, безусловно, это очень хороший стимулирующий вызов для профессионального сообщества.